Мы будем продолжать тему оккупированного, временно оккупированного Крыма. И, конечно же, первый вопрос, который поставим нашему следующему гостю, зачем именно сейчас и почему именно с таким акцентом оккупационная власть настаивает о том, что украинская недвижимость национализирована. Итак, к нашему эфиру присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Рифат Абдурахманович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый день всем. Рифат Абдурахманович, скажите, пожалуйста, ну, а что изменилось вот после того, как власти временно оккупированного украинского полуострова, псевдовласти, должен заметить, вдруг заявили о национализации украинского имущества? По факту они отжали это имущество, извините за жарганизм, еще в 2014 году. Дело в том, что в Крыму есть перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, и это имущество подлежит национализации. Но ничего тут не поделаешь. В оккупированном Крыму есть такой перечень, и в этот перечень регулярно где-то один-два раза в год они вносят разные объекты. Почему они растягивают это удовольствие в кавычках, трудно сказать, но факт остается фактом. В прошлом году, в феврале, в прошлом году они внесли в этот список 147 объектов. В феврале этого года было внесено более 600 объектов. Теперь они дополнили 57 новых объектов, в том числе и здания Меджилисского народа. С моей точки зрения, здесь это просто удерживание российскими оккупантами и их прислужниками в Крыму, но определенной температуры ненависти к Украине в целом, поскольку все касается имущества юридических лиц и граждан Украины. Это своего рода бастрация крымскому обществу своей решимости постоянно наказывать врагов России. Как бы там ни было, все эти действия, они юридически никчемны. Вы правильно сказали, что ко многим этим объектам, в частности к Меджилису крымско-татарского народа, доступ был прекращен еще в 2014 году. И все эти объекты, они полностью под контролем российской оккупационной власти. Что касается, собственно, здания Меджилиса, здесь вообще удивительные вещи. Когда это здание было арестовано для того, чтобы его, извините, я использую этот термин, отжать, они попытались обвинить организацию фонд Крым, благотворительную организацию, в том, что они нарушили какие-то якобы нормы при ремонте этого здания. И максимально пытались заставить благотворительную организацию фонд Крым уступить это здание. Они предлагали сранианты, в том числе и выкуп этого здания. Но, разумеется, организация фонд Крым на это не согласилась. И в настоящее время иск этой организации к оккупационной администрации Крыма находится в Европейском суде по правам человека. И этот иск, он принят. А в то же время само здание приходит в разрушение, в нем поселились бомжи. И, кстати, позавчера, когда принималось решение о национализации этого здания, с утра Крым проснулся под массированную демонстрацию роликов, как в здании Меджлиса живут бомжи. И это здание надо быстрее взять под контроль правительства. Владимир Владимирович, вам не кажется, что это пиар-акция? Это ведь два раза подчеркнули, что будет и продана квартира жены президента Владимира Зеленского, что будет и Меджлис выставлен на продажу. Это какая-то акция для того, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте. Вот чтобы уколоть, чтобы сделать специально неприятно и больно, и подчеркнуть, что эти деньги пойдут на вооружение оккупационных войск. В какой-то мере, возможно, это играет какую-то роль для пропагандистских каких-то целей. Но, с другой стороны, в Крыму уже все осознают, что освобождение полуострова неизбежно. И при этом, я думаю, что очень многие люди посмеиваются над такими заявлениями о том, что, мол, продажа этих объектов принесет какие-то дивиденды и пользу той же российской оккупационной армии. Но то, что это максимально используется для пропаганды, да, это факт. Но это надо просто принимать во внимание. И сейчас самое главное фиксировать каждого, кто принимает участие в этом фарсе, который, тем не менее, имеет исключительно, в общем-то, уголовное содержание. И все те люди, которые готовили документы, и не только по этим объектам, по всем изъятиям, которые готовили документы, принимали решение, разумеется, они будут нести уголовную ответственность за это. Ну, очевидно, сам Аксенов, может быть, таким образом придумал, как ему еще подзаработать. Ведь мы помним, как укрепляли оккупационные власти Крыма, укрепляли им береговую линию, а теперь вот придумали такую историю, как национализация. Может быть, это еще на лазейка, чтобы украсть? У меня немножко проблемы со связью. Я говорю, что, может быть, в этой истории, которая сразу играет и как пропаганда, но в то же время, может быть, еще и сыграет как способ заработать денег, тому же Аксенов, который известен в свое время был по кличке Гоблин в криминальных кругах. Может быть, это его очередная схема обогатиться перед тем, как Крым будет освобожден Украиной? Ну, вообще-то, для Аксенова это, в общем-то, привычное занятие, если вспомнить 90-е годы. Просто сегодня у него больше инструментов и власти, поскольку Крым оккупирован российскими войсками. Конечно, там среди объектов есть очень лакомые кусочки, есть производство, которое принадлежит украинскому бизнесу. И, разумеется, все это будет обращено на корость тех людей, которые близки к российским оккупантам Крыма. Но, опять же, для них и наказание будет более жестче. Рифат Абдурахманович, скажите, пожалуйста, а как вот этот вот запущенный процесс псевдонационализации украинского имущества, следует заметить, отразился на процессах эвакуации всех гауляйтеров и понаехавших с территории украинского полуострова, временно оккупированного? Ну, для них, прежде всего, играют роль те процессы, которые происходят на линии соприкосновения российской и украинской армии. И те события, которые происходят на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областей, местные коллаборанты очень внимательно отслеживают. Они следят за приготовлениями вооруженных сил Украины. Я думаю, что даже более чем мы, украинское общество, они фиксируют каждое известное событие поставки оружия украинским вооруженным силам. И в зависимости от этого, разумеется, они уже давно определились, они вывезли свои семьи. И думаю, что поведение каждого из коллаборантов местных, ими уже, ну, как бы, обозначено в случае приближения вооруженных сил Украины к Крымскому полуострову. А почему Крымский мост до сих пор стоит? Как вы считаете? Ну, это вопрос, конечно, к нашим военным. Естественно, поэтому спрашиваю лично ваше мнение. Я думаю, что у каждого объекта, который имеет исключительное значение для российских оккупантов Крыму, а это прежде всего действительно мост через Керченский пролив, также военные объекты Черноморского плота России, они просто ждут своей очереди, согласно некоего плана. Но тот момент, тот миг, когда по Крымскому мосту будут нанесены сокрушительные удары, и он будет разрушен, в принципе, это будет уже означать освобождение Крыма. В этом нет никаких сомнений. Поэтому я думаю, что мы должны просто в данном случае, те, кто не имеет прямого отношения к армии, просто набраться терпения, а в силу своих возможностей максимально помогать нашим вооруженным силам, ну, в общем-то, то, что мы и пытаемся делать по своим направлениям. И вы показывали только что сюжеты, где господин Джемилев, лидер крымсо-тарского народа, господин Рустем Умеров, они вместе с президентом Украины находились в Саудовской Аравии. Они действительно выполняли одну из важных миссий. И мне представляется, что поддержка государствами Украины для нас сейчас самое важное, укрепление этой поддержки. И вот здесь все идет, в общем-то, очень позитивно. Рифат Абдурахманович, спасибо большое. И главное, как изменились времена. Да, сегодня уже никто не говорит, если будет разрушен Крымский мост. Скорее, когда будет разрушен Крымский мост. Незаконная постройка. Незаконная постройка. Рифат Абдурахманович Чубаров, глава Меджлиса Крымско-татарского народа. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok